Вам тоже крепкого здоровья. Разумеется, не можем не начать с того, что сейчас произошло в Карачанском районе Белгородской области, где упал военный транспортный самолет Ил-76. Позднее украинская правда, ссылаясь на собственные источники в силах обороны, писала, что по данным Генштаба самолет перевозил ракеты комплексом С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область. В Минобороны Украины на данный момент не могут подтвердить, что Ил-76 поразили украинские силы обороны, поскольку еще выявляют информацию. Ну и, разумеется, очень громкие заявления российских представителей, в том числе и депутатов Думы и так далее, о том, что там могли находиться и военные военнопленные и так далее. Ничего этого не подтверждено, панораманно. И ваши версии того, что могло произойти? Ну, самолет на взлете, скорее всего, был. То есть взлетный курс на взлете потерпел катастрофу. Это как минимум. Там в этот момент, именно в этот момент, когда самолет взлетал, шел обстрел С-300 Харькова, то есть Харьковской области. И мог самолет попасть под так называемый дружественный огонь, если это не была российская спецоперация. То есть это возможность такая, как минимум, есть. Так как, по большому счету, время, подлетное время ракеты, это только по Харькову 40 секунд, а, естественно, по самолету, там несколько секунд. И, в принципе, такой борт АИЛ-76, это довольно-таки серьезная, хорошая цель. Его промахнуться очень сложно, по крайней мере. И, исходя из тех фото и видео, которые сейчас есть, видно, что действительно шла ракета, и уровень примерно так работает С-300. А С-300, которые, ну, мы бы туда С-300 не достали. То есть это уровень довольно-таки далеко, то есть туда наши С-300 не достают. А вот С-300 российские там работают. Потому вероятность того, что это дружественный российский огонь, еще раз повторюсь, если это был не специальный удар, высока. Именно такая вероятность. То, что на борту, допустим, находились военнопленные или вообще какой-то десант или большое количество человек, пока не подтверждается. Те видео, те фото, которые сейчас есть в информационном потоке, которые отсняты и выложены, там тел нет, ни фрагментов тел нет. Поверьте, я в свое время был военным дознавателем. Катастрофы и аварии бортов расследовали в том числе. Было бы точно, если бы там был десант или десятки человек, там бы точно не такие фотографии были. Не такой чистоты, если можно так сказать, в кавычках, конечно. Потому эта версия пока под большим вопросом. Но то, что россияне сразу включились в ИПСО, и ИПСО такое серьезное, с серьезными обвинениями, но это вызывает сейчас беспокойство. Дело в том, что если эта версия не подтвердится, они могут пойти на очень серьезное преступление, воинское преступление, и воздействовать на наших военнопленных разными способами, зная россиян, они могут сделать что угодно, вплоть до того, что подбросят тела расстрелянных или убитых наших пленных. Но это такая сильно тяжелая версия. Она больше, наверное, из моего опыта в свое время на изоляции. Как раз о таком примерно мне палачи и говорили, что мы тебя сколько бы не резали, в конце концов вы потом идете все в распыл, так называемые. Они тела распыляли на противотанковых минах. И было такое в том числе в изоляции в Донецке, на Мушкетовском плотбище. То есть россияне этим вопросом могут вот так воздействовать. Потому вот сейчас пока не будет реально проведено расследование, тем более нашими службами. В основном это Главное управление разведки Министерства обороны. Они в ближайшие сутки соберут всю информацию со всех источников, там хорошие аналитики, они ее служат и доложат. Вот оптимально это, конечно, слушать Юсова или начальника ГУР Буданова. То есть они, я думаю, в ближайшие сутки разложат все по полочкам. Но исходя из того, что мы сейчас имеем, исходя из той информации, которая есть и есть в видеодоступе, вернее в общем доступе в информационном потоке, тел там нет. То есть версия о военнопленных на данный момент нельзя ничем ее подтвердить. И уничтожение дружественное огнем российским, то есть российская С-300, именно этого Ил-76, одна из таких вероятных. Ну а причины и следствия, так сказать, это, я думаю, уже потом можно будет как-то раскладывать. Панорманов, вы сказали про Юсова, и действительно нужно слушать наших представителей ГУРа. Сейчас об этом как раз поговорим. А давайте начнем вот с того, какую версию рассказал депутат-пропагандист Картополов о том, что якобы на борту привозили украинских пленных для обмена. Давайте посмотрим. Ил-76, Воздушно-космический сил России. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет, Ил-76, на который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Руководство Украины прекрасно знало о готовящейся обмене. Было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Патриот, либо АРСТ немецкого производства. Специалисты разберутся потом, когда уже изучат непосредственно. Ну и позже ряд телеграм-каналов удалили, собственно, эти посты. В свою очередь ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что и не может констатировать, что запланирован на сегодняшний день обмен пока не происходит. Информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем самолете Ил-76, озвучена российской стороной и сейчас проверяется. Кроме того, по версии пропагандиста в уничтоженном Ил-76, по версии россиян, был Коваленко Максим Анатольевич с 90-го года рождения. Но тут нюанс. Максиму удалось еще 3 января освободиться из плена в ходе обмена. Ну, опять-таки, Павел Иванович, я повторюсь просто, то, что вы уже сказали, вот налицо, по крайней мере, на вскидку, опять-таки, возможно, это сейчас будет спекуляция, но это вот почерк российского ИПСО, почерк российской пропаганды. Быстро знать в таких деталях, которые у обывателя российского, который зомбирован российским телевидением, не вызовет никаких сомнений, что если вот так точно с трибуны Государственной Думы, дуры, выступает вот такой вот декорированный персонаж, и генерал, депутат, то никаких сомнений тут быть не может. Ну, это ИПСО точно. Вопрос просто, какого уровня ИПСО. То есть оно предварительное по факту или постфакту. Это можно будет определить в течение суток. Но то, что, во-первых, не совпадение по фамилиям, там не одна фамилия, там до 17 фамилий уже людей, которые уже были обменены. То есть то, что они выдавали в эфир, а это значит такая, даже если это ИПСО, это плохо подготовленное ИПСО. То есть это уже понятно. Потому там версия по поводу военнопленных, она, конечно, не ложится в фактаж как таковой. Тем более, ну, там ближайший переход, погранпереход в 95 километрах от Белгорода. 95 километров никто не будет ИЛ-76 перебрасывать, тем более там сесть негде. Они бы не сбрасывали военнопленных на парашютах. Ну, то есть есть вещи реальные, есть вещи нереальные. Потому если бы даже и с Белгорода перебрасывали военнопленных, они бы пошли автобусами или ботазаками. То есть в зависимости, в основном это автомобильным, максимум железнодорожным транспортом. Но реально автомобильным, потому уж точно не авиационным. То есть версия с военнопленными, сейчас с россиянами будут обыгрываться в разной ипостаси. Пока, в конце концов, им не придется давать заднюю, рассказывая какую-то сказку. Единственное, вот что опасно, чтобы они сейчас не пошли на реальную провокацию. То есть не дай бог, если сейчас пострадают наши военнопленные, чтобы подтвердить вот эту вот их версию по уничтожению самолетов. Ну, понятно, Аэристе туда не достанет. Аэристе – это дальность до 40 километров, там больше 50, под 70-80. То есть это за Белгородом этот район. И по большому счету много нестыковок во всех, в тех, в той информации, которую сейчас передают россияне. Чувствуется, ну, как раз не совсем грамотное, даже грамотное управление ИПСО. То есть те, то Центр информационно-психологических спецопераций, которые выполняют сейчас, на данный момент выполняют задачу ИПСО, они не могут собрать все факты. В некоторых даже просто технических моментах просто не разбираются. То есть смешать Патриот с Аэристе, ну, это мог только человек очень далекий от авиационной проблематики. Ну, вот уже есть первые такие реакции от украинских специалистов, людей, которые имеют отношение, то есть имели опыт грустный и российского плена. Макс Колесников пишет у себя в телеграм-канале. Вот и первая стопроцентная брехня, вранье про ИЛ. Министерство войны России заявило, что на ИЛ-76 было 65 пленных, 6 членов экипажу и 3 сопровождающих. Это полный П, короче, начинается на П, заканчивается на Ж, брехня. Когда меня везли таким самолетом из Брянска в Белгород, на 50 пленных было где-то 20 рыл их военной полиции. Ну, пишет он, 3 охранника. Ага, так мы вам и поверили. То есть это уже просто вот первые реакции на информацию, которая прозвучала из трибуны Госдуры Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok